Всем привет! Меня зовут Лена. Рада видеть вас на своем канале. Сегодня я наконец-то снимаю парфюмерные видео. Я знаю, что вы их ждете, любите. И мне самое больше всего нравится снимать видео именно на тему ароматов. Поэтому оставайтесь со мной. Надеюсь, вам будет интересно. А также не забывайте подписываться на мой канал. Сегодня речь пойдет о двух красивых во всех смыслах ароматах от марки Bracar. Вот они, красавцы. Это русская княжна и царевна лебедь. Прежде чем я приступлю к своим впечатлениям, я хотела бы отметить один момент. Я думаю, что важно об этом упомянуть. Я не сотрудничаю с маркой Bracar. Эти ароматы куплены мною за свои деньги. Но, если честно, я не понимаю тех комментариев, которые в сети появляются про эту марку. Так же, как я в свое время не понимала такие комментарии про марку Эдгардио Челлини. Нет, в общем-то можно понять, что люди негативно реагируют, когда хвалят то, что очень многим приходит на обзор. Но я, знаете, склоняюсь к мнению, что большинство блогеров все-таки делятся честными впечатлениями. И те блогеры, с которыми общаюсь я, они честно, объективно рассказывают, что они думают по поводу того или иного средства. И если всех хвалят, это еще не значит, что всех купили и все это делают, потому что им это прислали на обзор. Бракар делает действительно потрясающие вещи, и они могут и за смешные деньги сделать удивительно приятные, хоть и простые композиции. И за бюджет повыше они могут сделать абсолютно потрясающие вещи, которые могут соревноваться не только с люксом, но и с нишей, с селективом. И вообще будут достойными представителями вашего парфюмерного гардероба. Поэтому мое мнение здесь не должно у вас вызывать никакого смущения, никакого недоверия, потому что, как я уже говорила, приобретено за собственные деньги. Кстати говоря, в комментариях к видео будут даны пароли, явки, где можно это купить, потому что этими вопросами меня буквально забросали в Инстаграм и в комментариях к посту. И в директ очень многие спрашивали, и я даже знаю, что несколько человек по моим рекомендациям приобрели эти ароматы. Я очень надеюсь, что им понравится, но сейчас время рассказать о них вам. И начну я с аромата, который мне понравился в меньшей степени, но это вовсе не значит, что он плохой. Просто второй вообще. Ну, в общем, обо всем порядку. Первый аромат, о котором я хочу рассказать, это русская княжна. Здесь, что я хочу отметить, то, что у марки Бракар уже был аромат просто княжна, и он очень многим нравился. Был он, если мне не изменяет память, 2-3 года назад. В общем, у меня его не было. У них очень похожие упаковки, очень похожие флаконы. Но я сейчас говорю о русской княжне, которая вышла совсем недавно. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на упаковку. В моем Инстаграм она свела всех с ума. И я могу сказать, что равнодушных к этой упаковке нет, к этому флакону. Кому-то нравится, кто-то считает, что это перебор, что это излишне. Я же сорока, я люблю красивые флаконы, поэтому я просто в восторге. И что я хочу отметить, вот издалека это так не видно, но если вы будете держать этот флакон в руках, вы поймете, о чем я говорю. Вот когда ты понимаешь, что это стоит как бы 1200 рублей, да. И за эту цену я ожидала какого-то недорогого стекла, тонкого металла, ну в общем, больше такого визуального эффекта. Но когда мне пришло потрясающе по качеству исполнение вот этого вот чуда, я была в шоке. Металл очень плотный, очень филигранно сделан, все ровно, ни один стразик не выбивается, нигде не видно следов клея. Стекло матовое, красивое, качественное, везде ровное. Крышечка, крышечка тоже ноль вопросов. Выглядит просто идеально. И еще что я хочу отметить, на донышке такая поверхность, похожая на бархат, ну чтобы флакон не скользил. На мой взгляд, это тоже достаточно интересная деталь. Продумано все до мелочей. Про флакон говорить излишне, я просто рекомендую вам его хотя бы подержать, посмотреть на него. Что же из себя представляет сам аромат? Аромат на самом деле довольно-таки обманчивый. Потому что, когда я первый раз его нанесла на себя, я почувствовала клюкву в сахаре и детский орбит. Детский орбит это очень мило, я вообще не против иногда так пахнуть, почему бы и нет. И я смирилась со своей участью, думаю, ну да, симпатичный девичий аромат, буду носить весной. Ну и так, когда хочется расслабиться, подумать о чем-то легком, приятном, с удовольствием. Но через пару часов начались метаморфозы. И к аромату вот этих вот сладких ягод добавился аромат густо заваренного черного чая. Уже все стало посерьезнее, поинтереснее, насыщеннее. Вместо детского орбита появились леденцы. И знаете, из моего детства вот эти вот прозрачные маленькие монпасьешки, которые когда рассасываешь, они из вот этого просто сладкого фруктового аромата появляется еще немножко такой аромат сжженого сахара. Но не думайте, пожалуйста, нет, он не сладющий, он не в духе леви и бейли, ни в коем случае. Вот здесь именно такая какая-то ретро-сладость. Не знаю, как это по-другому объяснить. И вот эти вот монпасьешки из моего детства, они еще присыпались такой сахарной пудрой. Вот здесь это тоже все присутствует. Здесь монпасье, но присыпаны они не сахарной пудрой, а фиалковой. Чем-то вроде метеоритов, но по суше и с меньшей долей сладости. Очень интересное звучание. Очень классно оттеняется густо заваренным черным чаем. А потом происходят вообще интересные вещи. Потом откуда-то появляется дымность. Это очень необычно и очень неожиданно, потому что в пирамиде я не нашла того, что выдавала бы какую-то дымную нотку. Но я ее отчетливо ощущаю. И к этой дымности еще добавляются древесные ноты. Влажная древесина, сандал. Он становится каким-то загадочным, густым. Очень интересная база. И она просто разбивает первоначальный образ в пух и прах. Потому что если сначала кажется, что это такой девичий, легкий, сладкий, беззаботный аромат, то с дальнейшим раскрытием ты понимаешь, что он не так прост. Что здесь скрывается благородная древесная база, скрываются дымные ноты, скрывается густой черный чай. Мега интересная штука. Многие спросили меня про стойкость. Я здесь хочу пояснить свое мнение. Я его тоже уже транслировала. На мне почти все держится очень хорошо. Стойкость на мне абсолютно не значит, что вы на своей коже встретите то же самое. Я могу говорить только за себя. На мне держится очень долго. До конца дня я ощущаю. Первые вот эти вот сладковатые ягодные нотки, они ощущаются часа два буквально. Но вот эта вот древесная чайная база, я ее ощущаю весь день. И даже вечером, придя после полноценного рабочего дня домой, уткнувшись в запястье, я ее ощущаю. Ощущаю благородную древесину, чуть-чуть сахарка, чая и дымок на фоне. Но по мне это очень интересная вещь. Я буду носить ее. Когда я нанесла на себя его, я поняла, что это вот вообще ни разу не звучание масс-маркет. Я сломя голову через два дня, через два дня побежала заказывать царевну лебедь. Сейчас о ней вас тоже будет ждать рассказ. Про царевну лебедь рассказывать мне будет сложно. И сложно вот почему. Этот аромат, он на самом деле мое воплощение. Он очень похож на меня по характеру. Он даже, мне кажется, как-то внешне со мной гармонирует. Это матовое стекло. Это старое серебро с синими камнями. Но про упаковку я уже все говорила. Флакон вы видели. Все то же самое, что и в русской княжне. Только оформление синее. Даже додушка такое же бархатное. Все то же самое. Потрясающие флаконы. Но на личный мой вкус мне безумно нравится. Но здесь больше хотелось бы рассказать про сам аромат. Он задумывался как оборотень. Ведь царевна лебедь, ее превращение из птицы в человека, это очень болезненная такая вещь. И для меня он ассоциируется с перерождением из наивной девочки во взрослую девушку. То есть это такой гимн перехода во взрослую жизнь. Но я это вижу так. И для меня он такой щемящий. Вот вы знаете, он меня тронул. Он меня тронул по-человечески. Он задел мою душу, можно сказать. Потому что здесь именно история. Здесь полноценная история. И похожего на этот аромат я не знаю ничего. Возможно, те, кто пробовали его, и которые обладают большей парфюмерной библиотекой, с которой я не знакома, найдут сходство с чем-то. Но я пока даже не знаю, с чем его сравнить, чтобы вот так вот поставить рядом. А процентов 90 ароматов, которые у меня есть, их плюс-минус можно с чем-то запараллелить. Царевну-лебедь запараллелить мне не удалось ни с чем. И для меня она вот именно моя личная история, моя противоречивость, моя двуличность отчасти. Потому что сначала все очень мило. Вот мило это очень подходящее слово. Это соленые брызги, это маршмеллоу, это ваниль. То есть, казалось бы, аромат сладковато-морской. Все это уже было, все это мы уже знаем. Ароматов на курортную тему с нотами сладких цветов, ванили, их тысяча и одна. Но здесь, во-первых, холодное море. Для меня однозначно здесь холод. Здесь холодные брызги. Здесь холодное, пронзительно синее небо. Холодное. Здесь маршмеллоу, тоже какой-то, знаете, припудренный. То есть, здесь воздушная, зефирная сладость, посыпанная, опять же, моей любимой фиалковой пудрой. Здесь прямая ассоциация. Вот здесь у меня в голове рисуется картинка такая странная. Лежит маршмеллоу, и на нем лежат лебяжьи перышки. То есть, вот здесь такая ассоциация сладость. Здесь очень мягкая, и очень какая-то свежеморская. Необычная, правда, очень необычная. Затем, после вот этого достаточно симпатичного старта, кстати, сразу скажу, не для всех носибельного, потому что холодная морская вода с солью в сочетании с маршмеллоу и в сочетании с цветами понравится не всем. Я не стала бы советовать брать это без затеста, потому что я видела и негативные комментарии, и я знаю то, что паре моих знакомых категорически не понравилось. Но на мой вкус это прекрасно. На мой вкус это потрясающе. Это просто удивительное сочетание. Дальше его очарование превращается в какую-то щемящую, грустную красоту. Здесь уже вступают цветы, здесь становится чуть больше соли, здесь появляется намокшее дерево, влажный песок, здесь он становится тяжелее. Но не в плане, что у него тяжелое какое-то восточное звучание, нет, нет. Он просто становится минорнее. Для меня царевна-лебедь, он кружевной, он абсолютно оторванный от реальности. Он абсолютно ни на что не похожий. Он уникальный. Он по-настоящему трогательный. Если говорить о технических характеристиках, мне так не хочется, честно, вот, ну вообще мне не хочется его препарировать. Потому что я с ним настолько срослась, мы настолько с ним, как мне кажется, нашли друг друга, что для меня сейчас немного преступно разбирать его технические характеристики, говорить о том, как он раскрывается, какие компоненты я ощущаю. Вот это вот все. Не хотелось бы. Но я знаю, что многие смотрят меня, потому что им интересно узнать более подробную информацию об аромате, поэтому я все-таки попытаюсь. Что мы имеем в сухом остатке? Это ледяные соленые брызги, это маршмеллоу, это лотосы. Знаете, это маршмеллоу из лотосов. Вот мне кажется, если бы его делали, это было бы так. Потому что для меня нота вот этой вот зефирной сладости и нота цветов, они стали какую-то единую цветочно-сладковатую ноту с опять же такой не сладкой сладостью, если вы понимаете, о чем я. То есть это больше какая-то воздушность, легкая-легкая сладковатость. И здесь вот именно такая история. Это соль, это наживельник. Очень, кстати, здесь органично плетается вот эта вот хвойная наживеловая нотка. Мне нравится, как она звучит. Она такую изюминку ему придает. Хотя, мне кажется, он весь, одна сплошная изюминка. Вот. И база здесь очень спокойная, пудрово-мускусная. Но при этом тоже она как-то вот от всего отличается. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это опять же переплетение цветочного букета, соли и мускуса. Но необычная, правда, необычная база. Относительно того, сколько на мне это держится, так же, как и все, на мне это держится долго. И мне очень радует, что довольно долго остается вот этот вот сладковато-соленый старт с хвойным оттенком. Мне он очень нравится. И я рада то, что мы живем вместе достаточно длительный срок. Это здорово. И затем вот эта вот минорная кружевная база, она остается со мной на весь день. Здорово. Мне очень нравится. И мне безумно понравилось, как она звучит в мороз. Вот. Я пока не смогла ее оценить в теплый сезон. Ну, я думаю, вы все понимаете, почему. Но при сильном морозе, сухом, это что-то невообразимо красивое. И это любовь. Знаете, эта любовь настолько, что каждый раз, когда я ее на себя наношу, она меня каждый раз цепляет. И каждый раз я хочу зайти на фрагрантику и изменить там ароматное я именно на него. Потому что мне кажется, что мы с ним действительно очень похожи. Что ж, на этом у меня все. Спасибо вам за то, что были со мной. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok